На Ямале завершена экзаменационная кампания. В ней приняли участие более трех тысяч выпускников. ЕГЭ проводились с соблюдением всех правил и норм, грубых нарушений не зафиксировано. По сравнению с прошлым годом на треть выросло число высокобальников. Это достижение отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Каждый третий выпускник получил 80 баллов хотя бы за один экзамен. Это значит, что качество подготовки ребят растет. Общая заслуга самих школьников, родителей и преподавателей. Уверен, важную роль имеют условия, которые мы стараемся создавать в наших образовательных учреждениях, написал глава региона в своем инстаграме. Напомним, губернатор уделяет особое внимание поддержке талантливых детей и педагогов. С этого года в пять раз до 100 тысяч рублей увеличилась премия для учеников, набравших на Яге 100 баллов и их педагогов. В этом году мы значительно прирастили по некоторым территориям, особенно сельским, что радует, прирост составил почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И следующий критерий, на который обычно ориентируется, это количество 100 баллов. Если в прошлом году было таких 19, то в этом году у нас 28 ребят. Хотелось бы отметить также, что все ребята, которые, скажем так, получили такой достаточно высокий балл 100 баллов, и педагоги их подготовившие, будут поощрены в августе месяце, им будет выплачен грант-губернатор в размере 100 тысяч рублей. В Губкинском ЕГЭ сдавали более 200 человек. Из них 184 школьники, 13 выпускники прошлых лет и 5 студенты среднеспециальных учебных заведений. В этом году экзаменационная кампания была лишь для поступления в ВУЗы, так как все выпускники уже получили аттестаты 15 июня об образовании. По результатам сдачи экзаменов у нас увеличилось количество высокобальников, 15 человек детей, которые набрали от 90 и более баллов. По сообщению пресс-службы губернатора, лидерами по успешной сдаче госэкзаменов стали Ноябрьск, Салихарт, Надым, а также Лабытнанги. Там выпускница набрала 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и истории. Также 100-бальные результаты есть в Губкинском, Муравленко и Новом Уренгое.